В Казахстане стартует проверка обязательной вакцинации на предприятиях. Алгоритм утвердили накануне. На это у чиновников из межведомственной комиссии ушло почти две недели. И вот теперь все необходимые документы подписаны, мониторинговые группы начинают свои рейды. Первым делом зайдут в компании с небольшим количеством работников. Кому придут и сколько человек проверят, все детали узнаем из материала Бауржана Апсиитова. Пугать работающих казахстанцев проверками их статуса вакцинации чиновники начали еще месяц назад. Но сроки постоянно сдвигались, давая тем самым возможность полностью привиться от коронавируса. И вот накануне специалисты все-таки разработали алгоритм проверок и почти сразу же стартовали рейды. Начать решили с небольших компаний, в которых работает от 50 человек и менее 60% сотрудников привито двумя компонентами. Сейчас формируются соответствующие списки. Все данные отправят в Акиматы, после чего мобильные группы отправятся в путь. Правда и здесь есть свои нюансы. Проверять на наличие вакцины всех поголовно никто не будет. Это сделают выборочно. Если, к примеру, в компании работает от 50 до 200 сотрудников, подтвердить свой статус попросят 10% из них. И чем больше количество персонала, тем больше человек подвергнут проверке. Мониторинговая группа при выходе на объект должны будет в обязательном порядке зарегистрировать свой рейд на сайте инфоказахстан, получить акт о проведении мониторинга. Каждый член мониторинговой группы в обязательном порядке должен иметь зеленый статус, статус безопасный. Это проверяется при входе на объект посредством мобильного приложения АШИК. Каждый акт о мониторинге должен содержать в себе QR-код. В палате предпринимателей просят не исключать проштрафившиеся компании, если такие будут, из приложения АШИК. И для начала все-таки обойтись предупреждением. А наказывать чиновников уже готовы. Вот только пока не ясно, по какой из двух статей начнут привлекать сотрудников и руководителей. Но зато известные суммы штрафов для физлиц это 15 тысяч тенге. Для должностных сумма ровно в три раза больше. Почти 300 тысяч тенге придется заплатить субъектам малого бизнеса. Ну а более крупные компании ждет штраф от полумиллиона до полутора миллионов тенге. Добавлю, что свои проверки мобильные группы могут проводить только в будние дни из 10 утра и до 5 вечера. И обязательно в присутствии руководителя компании. В противном случае рейд считается незаконным. Напомню, ограничения на очную работу сейчас касаются практически всех сфер бизнеса. Чтобы присутствовать в офисе, персоналу необходимо пройти вакцинацию, иметь на руках медицинский отвод или постоянно сдавать ПЦР-тест. Другого варианта доступа к своим рабочим местам на сегодня просто нет. Буржам Сидов, Ержан Илькинбеков, Асилут Жаразбаева и Саят Тастанов, КТК Алматы. Буржам Сидов, Ержан Илькинбеков, Асилут Жаразбаев, Асилут Жаразбаев, Асилут Жаразбаев, Асилут Жаразбаев. Продолжение следует...